Владимир Рытов из Москвы задаёт вопрос такой. Он говорит о том, что совсем недавно надо было поработать бензопилой, причём впервые в жизни. И с детства были какие-то страхи и фобии по поводу разного рода инструментов, ну, опасных для жизни, да? Это бензопила, топор, всё прочее. Поэтому спрашивает Владимир вот что. Имеет ли смысл, как вам кажется, Радислав, пользоваться каждой возможностью выхода из зоны комфорта, которая встречается на пути? Искать эти возможности выхода из зоны комфорта, ну, не знаю, там экстремальный отдых, у всех разные вещи. Или выход из зоны комфорта только для некоторых людей, которые готовы к этому, там, не знаю, физически, психологически, или нужно постоянно перебарывать себя? Понял вопрос. Ну, во-первых, если была фобия по отношению к бензопиле, то взять её в руки вы не смогли бы. Значит, либо это была не фобия. Если это фобия, такое психическое нарушение, с которым нужно работать, с психиатром серьёзно, то, конечно, я думаю, что вы сами себе диагноз поставили неверно. Если у вас был нормальный здоровый страх по отношению к инструментам, которые могут отсечь вам орган или лишить вас жизни, то это никакая не фобия. Это совершенно нормальная. Вы же не имели опыта работать с этими инструментами. Не было навыка. Соответственно, они для вас были опасны. Также опасны, когда у меня ребёнок двухлетний берёт в руки нож, и у него нож вырываю из рук. Но когда 14-летний сын берёт в руки нож, я не думаю у него вырывать из рук, потому что он с ним может обращаться, он не нанесёт себе вреда. А двухлетний может ткнуть себе в глаз, останется слепым навсегда. Поэтому я вырываю нож, говорю, нельзя не бери, я формирую у него не фобию, а совершенно нормальную реакцию на опасный предмет. Что касается выхода из зоны комфорта. Зачем выходить из зоны комфорта? Мне кажется, что у многих людей вследствие не совсем верного понимания этого термина возникла идея, что нужно просто вообще выходить из зоны комфорта, не позволять себе ни в коем случае наслаждаться комфортом, нужно обязательно теребить свою нервную систему и так далее. Нет, нет. Выход из зоны комфорта означает, что когда перед тобой возникают определённого рода цели, требующие встать и двигаться, ты можешь встречать сопротивление психики, связанное с тем, что психика старается сохранить комфортное положение. А комфортное положение – это не просто там Мальдивы, тепло и фрукты, а комфортное положение – это привычное положение. Зона комфорта называется привычный образ жизни. И для какого-то человека выйти из замызганной хрущёвки, заваленной, там, с забитым мусоропроводом, это бывает выйти и что-то делать для того, чтобы выйти в ресторан. Это то, что выйти из зоны комфорта, хотя уж комфортом это никак не назовёшь. Приезжают люди из совершенно там забитого, несчастного города, в котором нет ни работы, ни какой-то культурной жизни толком. Они приезжают в Москву и говорят, боже, как Москва давит. Она их давит, потому что они вышли из зоны привычного. Что тут давит? Роскошные, хорошие дороги, прекрасная архитектура. Масса преимуществ. Есть что купить, есть где развлечься, есть чем себя духовно подпитать, есть поле для общения, для культурного отдыха, для работы, в конце концов, огромное поле для работы. Давит, давит, потому что зона комфорта. Это не значит, что должны постоянно экстремальными видами спорта будорожить свою нервную систему. Это неверное понимание термина и неверное понимание стратегии работы с зоной комфорта. То есть, по вашему мнению? Выходить вне комфорта не самоцель. Ее же не нужно выходить в каком-то направлении, и это подзадача, это не самоцель, это подзадача выйти из зоны комфорта. Это условие, точнее даже. Это условие любого выхода на новый уровень, любого существенного изменения обстоятельств в своей жизни. Карьерный рост. Вы работаете в отделе, вас ставят начальником отдела. Это выход из зоны комфорта. Несомненно. У вас зарплата выше, социальный статус выше, да. Но вам теперь придется командовать другими людьми, это стресс. Поначалу стресс. Потом проходит 20 лет. Вы руководите отделом, вам говорят, ты плохо работаешь, ты больше не начальник, ты будешь работать просто как рядовой сотрудник отдела. Для тебя это выход из зоны комфорта, потому что для него привычно управлять людьми, делегировать полномочия, координировать действия людей. И вдруг ты становишься обычным рядовым человеком. Ты говоришь, нет, пожалуйста, дай тебе испытательный срок. Я справлюсь, оставьте меня руководителем отдела. Хотя 20 лет назад ты сопротивлялся, когда тебя делали начальником отдела. Теперь сопротивляешься, когда тебя снимают. Привычное. Вот что такое зона комфорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова